всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим об удобрениях о навозе о гумусе ну точнее мы с вами в рамках видео веган во христе веган по библии и вообще веганство говорим о всех 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 вещах с этих связанным да я уже записал ролик навоз животных на полчасика всем рекомендую посмотреть там я более подробно поговорил не по библии не по евангелию не никак с иисусом христом не связано как человек меня на канале есть два плейлиста веган по сердцу веган во христе вот я по сути всегда в двух таких направлениях о веганстве и благовествую проповедую да и вот это видео рекомендую посмотреть даже вперед может быть это если вы попали случайно на это видео ссылку я постараюсь добавить в подсказках в описании к ролику если не забуду забуду пишите в комментариях я дам прямую ссылку на это видео потому что в конце как раз я и сказал о том что запишу следующее видео которое сейчас вы и смотрите это о том что иисус ну я на значке написал что иисус удобрял навозом ну потому что там просто много слов не вмещается суть была не в том что иисус там что-то удобрял навозом а иисус рассказал некую притчу сейчас мы с вами зачитаем я в том ролике кратко сказал в этом вот как раз ты там я тоже дал ответ но здесь дам его более абстрактный прям по описанию тем писанием которые до нас дошли это евангелие от луки 13 глава 6 из 6 по 9 стих там есть контекст конечно более духовной да но мы с вами будем брать не духовный сегодня аспект какие там конкретно еще этой притчи говорились в одной притче может быть много чего но вы знаете что серию этих видео веган по библии или веган во христе я называю там не веган потому что была у меня серия не в не связанная так скажем с библии но все равно всегда говорю как веган как христианин но я обещал и записываю и уже в принципе у меня много роликов как я не веган ибо иисус там что-то делал там илья пророк и ан креститель апостол павел да вот в этом русле записываю я в общем то этот ролик так назвал ибо иисус удобрял навозом да на самом деле иисус нам неизвестно что он там удобрял вот это бог любовь пришедшего плоти но причем такое сказал читаем с вами первоначально опять же откуда это мы знаем это мы знаем с вами из синодального перевода некоего синодального перевода так называемой православной организации тех событий которые когда-то давно были давайте почитаем как это все в оригинале в оригинале синодального перевода выглядит да и сказал иисус такую притчу нехты имел виноградники своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел и сказал виноградарю ну садовнику да вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу сруби ее на что она и землю занимает но он сказал ему в ответ господин оставь ее и на этот год пока я окопаю ее и обложу навозом не принесет ли плода если же нет то в следующий год срубишь ее вот казалось бы такая притча и некий религиозник не желаю стать веганом хотя веганство это очень большая сфера жизнедеятельности человека который точнее веганство в которой проявляется это не только дело даже не в навозе тоже настолько вещи разбираем тонкие хотя как вы понимаете что вещь тоже не тонкие и в том ролике о навозе я в общем-то сказал что это прямое тоже спонсорство и участие в грехе эксплуатации убийстве животных да вот казалось бы какая-то мелочь я там навоз покупаю себе на огород да нет мы с вами в прошлом ролике разобрались и в этом еще раз об этом поговорим что это никакая не мелочь да вот но веганство это все это и не прямое и косвенное не участие в убийстве эксплуатации животных во всех сферах жизнедеятельности ты в плане потребления пищи трупов этих животных и в плане не носение там не ношение на себе одежды из животных сделанной до этой не употребление там препаратов которые на животных испытываются это не хождение не спонсорство там всяких цирков зоопарков и вот все что с этим связано вплоть вот пожалуйста потребление любых продуктов даже отхожих до продуктов животного происхождения так иисус рассказывал такую притчу и казнь человек религиозный них не желающий стать веганом мне такое по моему даже про навоз мне тоже что ли сбрасывали ли я уже может что-то придумываю но от религиозники находят в библии разные места где можно оправдать не становиться веганом потому что вот якобы кто-то что-то делали вот якобы иисус рассказал на самом деле мы если с вами берем первых мы на самом деле никто ничего не знает что на самом деле сказал иисус дошло до нас все через две тысячи лет через призму веков и религиозных культов и сект псевдо христианских таких как православие каталицизм протестантизм которые даже людей не щадили и убивали во имя христа и своих собственных единоверцев и других и кого только и кто только им подругу не попадался и мешались по жизни до существования их не культом это крестово походы инквизиции и расколы внутри и они там друг другу не щадили сжигали убивали люди которые человека жизнь не ценят будет ли там ценить жизнь животных или какие-то бумажки да гнушаясь их ним там искажением переписыванием подлогами прямым враньем и так далее да но даже опираясь на те бумажки которые у нас есть мы с вами можем обратиться куда к древности мы если с вами откроем есть очень сайты очень такие глубокие все это исследуется да есть якобы найденные рукописи даже там в третьих четвертых веков греческие рукописи они там все исследованы и все это там в общем разобраны по кусочкам вот одним из таких сайтов bible zoom я пользуюсь свое время уже давно когда мы открываем все что с греческих подсрочников мы читаем посмотрите здесь слово используется коприя как она там звучит да здесь прямо увидеть слово какое написано удобрение я положу удобрение копре осуществительная винительный падеж нужно число средний род коприя удобрение то ведь все у вас на экране до варианты перевода дальше мы тоже с вами всегда можем таких сайта где все там глубоко изучена навоз или навозная куча может быть но основное как видите даже даже написано что это удобрение не написано на воз а удобрение разные бывает сейчас мы об этом поговорим чтобы закончить эту мысль и пожалуйста мы с вами открываем тот же самый не менее известный и ничем не уступающий синодальному переводу это новый русский перевод в новом русском переводе как видите в текстах уже в современном пишется прямо господин ответил работник оставь еще на один год эту смоковницу я ее о копаю и положу удобрение вот вам пожалуйста это во первых опять тыквы в адрес тех религиозников к у которых не буква не дух вернее но буква в противовес апостолу павлу который учил что буква убивает а дух животворит упираться всегда в какие-то некие тексты которые у вас там дома есть бумажный вариант сейчас все в электронном пожалуйста упритесь в другой текста до своим рогом не навоз а удобрение а удобрение какое самое натуральное настоящее удобрение об этом обо всем и поговорил вот в этом ролике здесь уж сильно распространяться не буду хотел просто продемонстрировать тоже в принципе в этом ролике говорил что уж даже не знаю что сказать я там все это уже более жизненно дух не буква дух по духу я все сказал как надо рассматривать потому что ту же самую те же самые бумажки которые мы читаем своим под названием библия кто-то коран читает кто-то тору читает кто-то веда читает нужно читать не по духу не по духу а по букве не они ваш авторитет а ваш авторитет истина которая только у вас в сердце это истина любовь свободы бессмертия только через призму бессмертия свободы и любви мы рассматриваем все аспекты жизни все сферы жизнедеятельности человека и путь святой доброй любвеобильной жизни которые приводят нас в в небесное царство любви самого где царь сам бог любовь да вот поэтому естественно понимаем что иисус употреблял слово не навоз а удобрение а удобрять пожалуйста в этом ролике затронул тему органики органического удобрения органического земледелия я даже затронул вопрос гумуса это когда если уж вы хотите какашки которые в принципе естественно в земле присутствуют это какашки должны быть какашки насекомых червячков там жучков всех этих земляных личинок которые естественно в этой земле живут и вы можете лишь им создавать благоприятные условия тем же самым мульчеванием травой мульчеваете вы там мульчуете листвой остатками тех самых плодов если тем более что вы веган все потребляйте все это то же самое на грядках делаете можете делать отдельные в принципе кучи гумусные потом подкладывать куда надо там рассаду выращивать то есть пожалуйста то есть речь идет об удобрении органическом удобрении и естественном гумусе который получается вследствие чего когда вот эти вот жучки паучки насекомые всякие там все это кушают какой ты по сути на этом на этих их них какашках все очень хорошо растет то есть надо создать плодородную почву а ее создается она как раз перегноем органики и и всеми теми организмами микроорганизмами всякими которые там присутствуют вот и все поэтому я принципе и для добрых веганов христиан это всегда вот ролики пишу мало ли все равно тоже сами задумываются очень важно но и для противников кто пытается все время искать какие-то отмазать что вот якобы в писании есть такой момент а значит иисус не был против навоза ты тут выступаешь мы видим что ни о ком навозе речь не идет иисус употребил слово удобрение удобрить удобряется органикой как я уже сказал это все чего угодно веточки соломочки до продукты другие все что отходы все вот эти это тоже самое как я в том ролике рассказывал вы можете конечно с другой более плодородной грядки из под другого дерева там взять этих червей раздвинуть там мульчу если там хорош образовалась что-то оттуда перенести тех самых побольше червячков туда добавить вот им все равно где кушать тем более своим там еще лучше создадите органическую эту среду так что вот так вот вот такое вот место такое вот ответ на это оправдание вот поэтому настоящий веган этичный веган из любви к животным любвеобильный веган никогда не будет употреблять в своей в своем земледелии в своей жизнедеятельности навоз вот животных крупно рогатого скота там как вот угодно назовите но вы поняли всех этих курочек потому что веган не может себе позволить порабощать кого-то никакой неких животных там да и как я в том ролике рассказал червячки это как и с пчелами это отдельный вариант ты их не порабощаешь что наоборот им делаешь райские условия создать их уж благотворные вот на своей земле вот и все вот такой вот очень простой очень ролик достаточно просто обратиться к древним текстам но даже если бы этих древних текстов не было все мы должны рассматривать призму любви все что касается особенно евангелия особенно иисуса христа кто признает его богом любовью приходящего плоти являвшийся во плоти людей чтобы дать им живой пример как он сам говорил святой жизни ведущий в небесное царство то все что доброе вы видите даже в тех бумажах которые читаете да это соответствует истине правде и значит так было все что у вас какие-то сомнения найдите любые оправдания любые отговорки или просто тупо не принимайте это если тех самых бумажках так называемой библии там в евангелии что-то не соответствует добру и любви якобы в поступках или словах иисуса значит это либо ложь либо искажение вот дошедшие до нас пожалуйста как угодно и вы можете не забрать не добраться просто не знаете где это искать я для вас конечно сберу кому интересно все эти вопросы в общем то у меня уже все это записано так переходим к чему к анонсу в этих двух плейлистах на моем канале христалю про потепьющую в пустыне вегана все это уже есть там уже есть весь все эти места из ветхого завета какие притягивают чтобы оправдать до трупожорство убийств вообще не веганство сейчас вот уже потихоньку ролик и записываю по новому завету все какие места кто-то выдирает или как угодно их берет себе на вооружение к сожалению тратя свою жизнь чтобы оправдать не вега не веганство не становиться веганством кому интересно вот эти два плейлиста по названиям найдете в них все есть второй веган по сердцу мне называется это где я не свои авторские ролики а просто добавляю что нахожу полезного на ю тубе вот там ну естественно таких же проповедников и лекции есть и выступления и акции демонстрации есть и художественные документальные фильмы и клипы и все что угодно до выступления чита свидетельства известных каких-то может быть ключи людей все что топит за веганство все вы здесь тоже полезно для себя информацию найдете найдете кому интересно милости просим не на этом все обязательно лепим всегда лайки и делимся этими роликами своих ресурсах распространяйте истину пусть люди знают правду менять свою жизнь чтобы все мы когда-нибудь встретились в небесном царстве любви бога любви и все пребывали вечной радости меня пока все до встречи в следующих роликах а а Субтитры создавал DimaTorzok